Губернатор поддержал инициативу. Один из кораблей Тихоокеанского флота хотят назвать именем адмирала Василия Завойко. Известный на полуострове краевед и библиограф Наталья Киселёва обратилась с таким предложением к главе региона Владимиру Солодову и командующему войсками и силами на северо-востоке страны вице-адмиралу Александру Юлдашеву. У меня инициатива назвать боевой ракетоносный крейсер именем адмирала Завойко. Я знаю, адмирал Нахимов есть, недавно спустили на воду Суворов. Есть даже мытищи, а адмирала Завойко нет. И поэтому я вот решила обратиться к вам, потому что, смотрите, отражение величия, это отражение величия и мощи русского государства в содействии поднятия международного престижа, а также поддержания национального патриотизма и высокого воинского духа. Сохранение памяти о боевых победах армии и флота во время Крымской войны и Тропавловской обороны в августе 1854-го против англо-французской эскадры. Владимир Солодов и Александр Юлдашев поддержали эту инициативу. Глава региона пообещал обратиться к главнокомандующему военно-морским флотам. Давайте тогда такую инициативу реализуем. Я хочу поблагодарить вас за нее. И я в ближайшее время несоответствующие ходатайства направлю в адрес, получается, Евменова, главнокомандующего флотом. При необходимости тоже я готов с командующим переговорить. Я тут глубоко уверен, что он поддерживает свою инициативу. Конечно, поддерживает. При условии, что вы тоже поддерживаете. Я думаю, что мы совместными силами в короткие сроки это все доведем до успешной реализации. Добавим, Наталья Киселева на протяжении многих лет занимается изучением биографии Василия Завойко. Благодаря ее исследованиям стали известны дата рождения губернатора и многие другие факты его биографии, а также обнаружена заброшенная могила адмирала. Также Наталья Киселева стала инициатором установки памятника Василию Завойко в центре Петропавловска и мемориальных досок в городах Елизово и Санкт-Петербург.